Музыка Я считаю, что эти вопросы коррелируют между собой. Если человеку везет, то они связаны. Вот мне очень повезло, и у меня увлечение – это источники вдохновения и позитива тоже. Это научное творчество, это радость творчества, это когда-то вот не получается, не получается, потом вот наконец эта новизна, вот эти крупицы появились, вот прямо как крылья вырастают за спиной. И потом я хочу сказать, что научное творчество – это антистрессовое лекарство. Я даже своим аспирантам говорю, это действительно так. Когда какая бы проблема там негативная ни была, если ты начинаешь заниматься научным творчеством, всё отходит на второй план, поэтому это очень классно. Преподавание – это тоже моё. Вот я стараюсь и думаю, что у меня это получается, когда о сложном говорить просто, ясно, чётко, и показывать вот эту новизну. Вот когда приходишь в эту аудиторию, и тебе есть что сказать, потому что я выступаю по тем направлениям, по которым я знаю, что я знаю больше, чем другие, потому что я этим давно занимаюсь. Да, у меня и практика, у меня и научные исследования в радиостро. И вот это, я думаю, можно сравнить, как капитан входит на своём корабле в бурное море. Вот они в разные стороны его болтают, много факторов, которые как бы противодействуют, но ты должен вот завоевать это внимание, чётко, ясно показать, что ты хочешь. И чтобы вот люди пошли за тобой. Один был у меня Павел Кореневский, который слушал очень внимательно курс, который я читала. И он имеет свою авторскую программу на телевидении нашем. Он создал фильм про инновации, где там рассмотрел проблемы. Да, студенты записали, записали эту программу. Преподавать это тоже, когда это получается, то это такой заряд энергии тебе идёт положительно. А декломники, а уж про аспирантов я не говорю, да, столько надо вложить человека, чтобы он защитился. Да, да, это всё-таки очень важно. Это даже лекарство от болезни. Вот как-то у меня было 38, моя сестра не разрешала, она у меня врач, чтобы я вообще шла на лекцию. Там замениться никак, и надо было обязательно, было очень важно. И она говорит, только ты отзвонись, когда ты прочитаешь, там может уже тебя надо забирать будет, ты не в состоянии. И я позвонила, она говорит, боже мой, голос свежий. Сама совершенно здоровая. То есть преподавать, да, это, наверное, сроднее, не знаю, может даже как артист выступает, да, вот перед аудиторией хочет завоевать. Один известный мыслитель сказал, что искусство это тот костыль, который даёт Бог человеку, чтобы он в этом мире жестоком, тяжёлом, проблемном выжил. И я скажу, мне тоже повезло, я люблю живопись, поэзию, но больше всего я люблю музыку, потому что с детства, очень раннего, меня отдали в одну музыкальную школу, потом во вторую музыкальную школу. Я участвовала, была в конкурсе молодых дарований, там тоже одно из призовых, на аккордеоне начинала, потом уже поступила не на первый курс, а там дальше на фортепиано, и могла, как один из победителей, без экзаменов в консерваторию даже поступать, да. Но по этому направлению не пошла, но то, что симфоническая музыка может полностью обновить самого усталого человека, и тоже вот крылья какие-то придать, и джаз мне сейчас очень нравится, тоже там мы даже ходили, у нас тут есть такое сообщество любителей джаза, и романсы тоже есть такие исключительные, да. Но всё это, конечно, приносит, я не знаю, освежает, приносит силы, позитив, вот как вы и формулировали. Началось всё с научных путешествий. Чем хороши научные путешествия? То есть ты едешь по науке в какую-то страну, а люди тебя там принимают, они тебе хотят показать самое всё лучшее, да, они заинтересованы в тебе, и вот ты видишь эти разные страны, разные красоты, и, не знаю, это тоже очень расширяет кругозор, и даёт новые впечатления. А потом я уже научилась и просто путешествовать ради красоты. Вот я видела, была на побережьях океана, вот эти закаты, которые в море, солнце опускается, горы необыкновенной красоты, и даже они учат многому. Например, вот в Греции смотрела храмы, которые построены на вершине неприступных скал. Как они построены? Как это всё доставлялось? Это даже невозможно представить. Это выше человеческих всё. Столько для размышлений, это просто великолепно. Подумала, что пятое можно назвать, и я подумала, совсем простые вещи. Они заключаются в том, что я люблю делать подарки близким людям. Я за год начинаю думать, что надо подарить, что можно подарить этому человеку, чтобы его обрабатывать. Когда вы думаете, какая реакция может быть. Да, да, да. Вот это вот действительно роскошь человеческого общения. Я люблю готовить и сервировать. И чтобы всё это было супероригинальным, чтобы ни у кого такого не было до того, чтобы я не видела. И чтобы никогда это не повторялось, потому что мне сколько это именно скучно. Потом я подумала, что мне приносит позитив тоже, что вот подарки, которые мне дарят, вот я подумала, это тоже они... Вот я люблю книги, и все знают, мне авторы дарят свои книги, которые они подписывают с дарственными надписями. Мне дарят различные проекты, если они суперэффективны, чтобы показать, как экономически красиво можно оформить. Стихи мне дарят, тоже посвященные мне, это тоже приятно. Все уже... Легко подарить подарки, когда знаешь, что человек увлекается. Да, и я вот, так как всё-таки очень перегружена, я очень благодарна близким мне людям, которые даже переносят свои дни рождения, чтобы вот подождать меня, чтобы можно было и спрашивать. Вот у меня день рождения, когда ты свободна, чтобы мы могли... Я говорю, ой, и там, и там, может, уже без меня, они говорят, нет, вот мы встречаемся, ждём тебя, это большие подарки. Ковры, я вот вам покажу ковры, да, Витебский технологический университет и его ректор Башметов. Очень благодарен нашей кафедре, потому что Мавричев и Выборнов в своё время стали готовить специалистов высшей квалификации для этого университета. И на экономическом факультете, ну, большинство, практически чуть ли не все заведующие кафедры, это выпускники нашей аспирантуры. А выпускница нашей кафедры, она сейчас проректор этого университета, и это очень ценится. И вот два ковра, которые подарили на мой день рождения, я понимаю, что это все наши кафедры, все наши школы, у них есть факультет, который занимается дизайном, это всё ручная работа. Первый ковёр, он просвещен, и он в единственном экземпляре сделан, это Витебск, вот, необыкновенный город Витебск, шагалом со всеми вот этими особенностями. А второе, у нас есть логотип нашей научно-педагогической школы. В своё время я хотела сделать дерево познания, и хотела, чтобы человек защитился, и его фамилия, там, и дата, это было. Но так, как у нас уже больше 100, даже уже 150, 160, наверное, кандидатов докторов наук, это просто технически невозможно было. И у нас вот это дерево познаний, корни, это наши основатели, которых мы чтим, и вы видели фото, которые у нас, их портреты висят. Вот, моя сестра, у меня латинский знает, потому что в медиа училась. Я попросила её, чтобы она мне выбрала 5 каких-то таких подходящих нашему случаю излечения на латинском языке, и я выбрала «Наука и побеждаешь». Не хочется говорить о планах, чтобы не сглазить, поэтому я, может, скажу о тех, которые уже сбылись в этом году. У нас заканчивался, закончился пятилетний, мы взяли грант в своё время в республиканской научно-технической программе, и наш проект, вот он, длился 5 лет. Мы каждый год отчитывали, сделали новые разработки, все эсперанты в этом участвовали, и вот в этом году мы должны были заключительный отчёт делать. Мы делали этот отчёт, он получился на 500 страниц. Мы сами удивились, как много всего мы сделали, да. Мы его вот успешно, удачно защитили, и в этом году был очень жёсткий отбор на финансирование новых проектов. Я думаю, что благодаря вот успешно завершённому тому проекту, мы получили новое финансирование в республиканской научно-технической программе. Я думаю, что лучше в конце года я скажу об этих планах, насколько они завершились. Самый важный вопрос. Наши основатели – это учёные с большой буквы. И это очень важный момент. И они научили, они приобщили к этой науке. Они очень многих людей потянули в науку. И я думаю, что просто повезло, потому что я сейчас смотрю, вот оборачивается. Чем я только не занималась, господи. И мы тоже продолжаем это делать. Вот у нас наша СНИЛ в прошлом году первое место по университету заняла. Нам подарили интерактивную доску. Азалютек нас наградил своей звездой, как лучшие научные студенческие работы. То есть мы продолжаем это поддерживать. Вот это, да, это всё наш университет, это всё наша альма-мата. Это педагоги. Вот они как учёные были, и они были педагоги с большой буквы. Это внимание каждому студенту. Вот Маврищев Виктор Семёнович. Вот есть такая картина «Ленин и ходоки». Там вот Владимир Ильич Ленин, изображён он сидит так, подтёр голову. И ходоки идут там со всей страны со своими проблемами. Так вот наш Маврищев Виктор Семёнович, будучи заведующим, заслуженным, известным всем учёным с мировым именем, вот он так садился в такой же позе, как Ленин. И шли мы студенты. И ему говорит, я вот удивляюсь, какой, наверное, чушь и бред мы там несли. А он нас слушал, нас направлял, наставлял. То есть вот это учитесь с большой буквы. Он ввёл в отдел, может, и не всех, но лучших, но всё равно он это делал, свою систему, вот координат, стала защищать дипломную работу. Он мне сказал, что если ты хочешь, и если ты преддипломную практику закончишь полсрока и защитишь её, я была на Минском моторном заводе, где тоже мне очень понравилось, мне даже там предлагали остаться работать, то я тебе направлю в один научно-исследовательский институт, где ты сможешь набрать материал по моделированию для своего научного направления. Я, конечно, всё это закончила в полсрока, пришла к нему, и он меня послал к директору одного известного института. И этот директор сидел со мной, и сейчас он член-корреспондент, этот директор, он известный учёный, он участвует в Советах по защите. Я всегда вот с благодарностью говорю, что вот человек, который сидел со мной, ну вот как представить, да, это уровень министра, что ты пришёл к министру, он тебя слушает и спрашивает, «Да что ты хочешь, и чем ты занимаешься, и куда тебя послал?» И он меня послал в сектор, которым руководил известный, тогда тоже молодой очень учёный, сейчас доктор, профессор, он возглавляет отдел, ведущий эксперт научно-исследовательского экономического института при Министерстве экономики, это прямо, можно сказать, экономист номер один по известности. И потом, когда моя докторская работа пришла в этот институт как компонирующая организация, она попала к этому руководителю сектора, который уже на тот момент был уже в другом статусе, но он внимательно читал. То есть вот Мавричев, Виктор Смач, он ввёл вот в эту систему своего уровня, и ты тоже сразу, сразу ты дашь одну, без этих всяких, вот я не знаю, трудностей каких-то. Учёный, педагог, и они были личностями. Вот это внимание, вот это отношение, интеллигентность, и тоже вот я пытаюсь ничего не придумывать, только это сохранить, только это сохранить, и это, слава Богу, было бы. Потом у нас была четвёртая супергруппа, мы все дружили, поддерживали, были очень доброжелательны, мы ходили вместе везде, и в кафе, и в рестораны отмечать сессии, и у нас были абонементы, мы ходили регулярно в филармонию, слушали, симфоническую музыку тоже. То есть мы совпали, у нас были очень хорошие мальчики, они были ответственные, они шли впереди, они брали всё на себя, все трудности, ну, я не знаю, всё супер было, ничего, не было ни одного случая, вот у меня даже не осталось памяти, чтобы был какой-то негатив. Это место, где можно реализоваться. Тоже очень хорошие студенты, да, приходишь в группу на поток, они разные, но очень много, вот я не знаю, я всегда говорю, вот моя дисциплина, экономика управления инновацией, для того, чтобы, есть такое высказывание, что талантливый человек попадает в цель, в которую другие не попадают, а гениальный человек, это тот, кто может увидеть цель, которую другие не видят. Вот я считаю, что моя дисциплина для того, чтобы сделать вот гениальными студентов. И я скажу, многие подтверждают это. Вот я даю, кроме того, что у меня тянут билет, я теперь для себя тоже делаю радость из экзаменов, я даю так называемые бонусы, то есть студенты, я даю задания, которые они заранее, в начале, при первой своей встрече, они могут выполнять эти задания, если хотят. И потом в свободное свое время, пользуясь всеми источниками, которыми только можно, и потом они, если делают эти задания, они мне приносят на экзамен так называемые эти бонусы. Боже, что мне только не приносили и стихи про инновации, и поэмы, и суперпримеры такие, что действительно, да, это просто необыкновенно. Хочу сказать по поводу этого проекта. Я считаю, что тоже это гениальный проект. Почему? Потому что он заставляет тебя посмотреть в прошлое, проанализировать, в настоящее, в будущее. Есть такой известный, даже его в США называют отцом маркетинга, менеджмента. Это друкер. В США говорят дракер, мы переводим как друкер. И он сказал, что много методов прогнозирования будущего, но самое из них точное и верное, это делать своими руками, сделать это будущее. Да, поэтому и вот делая этот проект, мы думаем о будущем, да, а что в прошлом, что сейчас, да, и в будущем. Потом мне этот проект еще нравится тем, что передается эстафета. Вот я очень рада, что Ирина Ивановна Полищук, она защищалась тоже в нашей аспирантуре. И мы с ней очень связаны научно и по-человечески. Я считаю, что тоже она необыкновенный человек, необыкновенные преподаватели. Да, я просто очень рада, что она на моем жизненном пути вот повстречалась, и мы так по жизни с ней вместе идем. И что она именно мне передала эту эстафету, да. И я тоже подумала, кому я хочу передать. А вот подумала, что Кричевскому Сергею Юрьевичу, который тоже член нашей научно-педагогической школы, он сейчас директор, как мы говорим, декан высшей школы управления бизнесом, кандидат экономических наук, доцент, занимается бизнес-образованием. У него очень большой международный опыт. Он участвовал в международных проектах. Он очень инициативный, инновационный. Пожалуйста, на втором этаже тоже, пожалуйста, передаю ему эстафету. Субтитры подогнал «Симон»